Очень сложные это всегда разговоры про мораль и нравственность, потому что, во-первых, ну, наверное, моральные какие-то вещи, они у каждого свои, в зависимости от культуры, воспитания и прочитанных книжек, а нравственные вещи нам дает закон, который перенял их из христианской веры. Не убей, не укради и так далее. Это все давно сформулировано. В общем, мне кажется, что общество движется в неправильном направлении сейчас. Мы слишком много врем сами себе, стараясь не замечать очевидных вещей, в том числе того, что... И противостоять очевидным процессам, тем, которые происходят в Европе или в Соединенных Штатах. Мир уходит все быстрее и быстрее вперед, а мы используем какие-то старые штампы и клише, пытаясь подменяя им, так сказать, выдать их за какие-то национальные идеи, там, чрезмерную религиозность, особый путь и прочее. Я считаю, что этого ничего нет, это все ерунда. Люди, которые просто знают хорошо людей, которые это используют, я понимаю, что они, в общем, абсолютно циничные насквозь политики. Это все первые лица государства и просто хорошо понимающие, использующие средства массовой информации, и, так сказать, не очень высокую степень образованность и усталость от тяжелой жизни 90-х, там, не знаю, на широких слоях населения, их ленность, там, их желание быть причастными к большой империи, а не убирать у себя во дворе и так далее. Мне кажется, что здесь целесообразнее посмотреть на человечество в целом, как бы не смешно это не звучало, что вообще глядя за тем, что происходит в мире, а с одной стороны происходит много нового, а с другой стороны ничего нового не происходит. Просто, ну, меняются там полюса, перераспределение, даже технологии, как бы, нашу жизнь с одной стороны меняют бытовую, может быть, наше сознание, наши инстинкты, наши стереотипы, как бы, не сильно меняются. Мне кажется, что человечество вообще не сможет перерасти на какую-то новую, перейти на какой-то новую уровень морального развития, что человечество обречено от человеческой расы на гибель, на самоуничтожение в какой-то степени, ну, скорее всего, да, потому что общество потребления, которое сейчас двигает в мир вперед технологии и через них, как бы, и нашу жизнь, все равно не способно удовлетворить жизнь 7 миллиардов человек. Общество потребления – это всегда общество, которое построено в замкнутой системе, такая, как планета Земля, на дефиците ресурсов, неважно, какие-то нефти, воды там, и на неравенство одних перед другими. Это ненормально, что один миллиард живет хорошо за счет жизни остальных 6 миллиардов. Неважно, почему это происходит, потому что эти такие умные, или эти так позволили, так исторически сложились эти в какой-то момент, сумели выстрелить там в Европе с силы определенных обстоятельств, эксплуатировать других. Я говорю о том, что, в принципе, человечество для того, чтобы совершить скачок куда-то дальше и, возможно, даже начать осваивать другие миры, то есть выйти на принципиально другой технологический уровень, а должно выйти еще при этом на принципиально новый уровень нравственности. Поэтому, когда мы обсуждаем инопланетян или возможность появления здесь каких-то других цивилизаций, я, например, к этому не отношусь, я могу скептически относиться к свидетельствам, но я теоретически это допускаю, потому что только в нашей галактике 100 миллиардов экзопланет, из них порядка 10 миллиардов это планеты только в нашей галактике, а их больше 200 только в галактиках, выбитая в видимом космосе. То есть у нас 10 миллиардов планет, которые сопоставимы, по математическим прикидкам ученых, где сопоставимы с Землей условия жизни. То есть математическая вероятность того, что еще где-то есть углеродная жизнь, такая, какая наша, как и у нас, она очень и очень высока, практически 100%. И если какие-то цивилизации нас посещают, это цивилизации, которые обладают другим уровнем технологий и принципиально другим уровнем нравственного развития. Понимаете? И что мы видим сейчас? Вот посмотрите, мы все играем в псевдоправославие, на самом деле в неверующей стране, абсолютно, невоцерковленной. Потом и вера, и религия, тут еще разные вещи, но неважно. И мы смотрим на вот эту несчастную, загнивающую, гей-толерантную Европу и так далее. Кто нас двигает-то вперед? Они не двигают. Где основные технологические прорывы? Там. Или в Северной Америке, да, я рассматриваю это в спайке. Где продолжительность жизни 90 лет? Там. Где главные технологические открытия по пользовательству? Именно там. Мы, к сожалению, все ищем, что-то ищем, мы окажемся выкинуты из правильного развития западной цивилизации, вот из этого русла. Вот я этого очень боюсь. Что мы заиграемся в Милоновых и в прочий трэш откровенный. Трэш! Это все, конечно, дешевкие, это все дешевый популизм. Но ведь этот телевизор работает. Люди-то, в общем, и так-то не очень любят думать и что-то делать, а здесь им еще и в этом помогают. Типа ленточку привинтил к машине Георгиевского, к рукоятке, значит, ты уже патриот большой. И хабарик вслед за ней, чпойк в окно. И тут же взятку 500 гаишников, затух, какой патриот. Вот что, мне кажется, что мы не в том направлении идем.